И они увидели ящик с моими игрушками. А мне на тот момент было... 26. Дай тебе крапиву. Давай, вначале ты сделаешь, а потом я... Ой, это же обалденно. А как жили классно, да, в то время? Да великолепное время было. Ах. Всем привет. Вы слушаете подкаст «Из 13 в 30». Еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И в студии сегодня для вас ваши постоянные ведущие. Дарья, это я. И мои дорогие друзья и коллеги, самые красивые, самые волосатые, самые стильные, самые игривые, самые талантливые. Христофор. Всем привет. И Данил. Да, я не стригся почти месяц. Ну и что? И что ты мне сделаешь? Я имела в виду, что у вас густые, красивые, шелковистые волосы. А не в смысле, что ты выглядишь плохо из-за того, что не стригся мог бы не говорить, никто бы не узнал, что ты Чубака. Тогда всем привет. Я не Чубака. Ты не Чубака. Ну что, ребят, как дела? Как дела? Как вы пережили корпоратив? Замечательно. У меня лично все прошло очень гладко. Очень гладко, да? Да. Ты понакатанный. Да. Ну ты профессионал в этом деле. Ну и плюс ты зумер, тебе не страдать от похмелья, как нам с Данилом, да? Я смотрю, фингал у тебя под глазом. Что случилось? Нет. Это пробка от шампанского вылетела и попала прямо под глаз. Прямо в глаз. Почти. Я успел увернуться, но не полностью. То есть не Дэвид Блейн ты был, да? И даже не Нео из Матрицы. Хотя мне казалось то, что я видел, как она медленно летит мне в глаз. Я такой, ага. Раз, два, три, да? А что будет, если я чуть-чуть увернусь, не полностью? Ну что ж, ну что ж. Ну прям да, вот в виде пробки у тебя фингал. А что-то ты шампанское пил. Праздновал. Понятно. Уже было два часа ночи, а у меня еще не было похмелья. Но могу сказать, ты стал переживать, что же такое, почему же, где же оно? Да, я подумал, это праздник, я снова молодой. Но я поторопился с выводами. Наступило похмелье примерно часов в восемь утра, когда мне нужно было вставать, ехать на работу, а я был в состоянии нестояния. Мое любимое состояние. Ну а ты что? Что на выходных делал? На выходных что я делал? Увиделся со старыми друзьями, пофотографировал что-то. Со старыми, это такими, как мы с Даниилом? Да, да. Даже еще старее. Куда еще старее? С друзьями отца? С друзьями деда. Ого, ничего себе, ничего себе. Да, мы играли в нарды. Да, классно правило время. Армянин, получается. Нет, они все русские. И играют в нарды. И играют в нарды. Итальянцы, итальянцы. Ну слушайте, хорошо, что ты заговорил про нарды, потому что сегодняшний наш выпуск будет посвящен любимым играм и игрушкам нашего детства, юности. Не знаю, может до сих пор. Ну вот Христофор, очевидно, до сих пор играется в игрушки. Да, Христофор? Да, я очень азартный человек. И в принципе, меня нельзя подпускать к играм. Ах ты. Но я продолжаю. По тебе сразу видно, что ты азартный человек. Ну что, ребят, вообще расскажите мне, какие игрушки у вас были в детстве, любимые? Давай. Можно я, можно я. Ну давай, давай. У вас были игрушки, которые передаются из поколения в поколение? Наверное, нет. У меня была такая игрушка. Это пластиковый солдатик Эрик, темнокожий боец армии США, которым я очень любил давать по башке остальным моим игрушкам. Человеку-пауку, Бэтмену. Эрик всегда был во главе всех разборок. И он всем всегда давал люлей. Интересное имя Эрик. А фамилия какая у него? Не знаю, какая у него была фамилия, но он достался мне от моего дяди, маминого брата. Он играл Эриком в детстве и потом передал... Эрик мне дыма, мне нравится. Передал Эрика мне. Блин, круто, круто. А у тебя? Ну, если прям про такие из поколения в поколение говорить, это домино, в которое я играл со своим дедом. То есть, как происходила игра? Мы садились друг напротив друга, он дощечки свои прятал от меня, а я выкладывал их в ряд так, чтобы было видно. И дедушка этим пользовался и проигрывал мне. Потому что рядом стояла бабушка, которая в случае его победы брала скалку и говорила, «Ах, ты старый, поддаться не можешь, ребенку четыре». Потрясающе. А как же ты тогда должен был научиться играть хорошо в шашки? Домино. Домино, да, извините. В китайский покер. Я не прослушала, я забыла. Я же старая. Справедливо. Ну, я знал правила, и то есть, мне не нравилось играть ни с кем, кроме как с дедушкой, потому что его я всегда... Потому что он поддавался всегда. Да, я всегда побеждал, играя с ним, а когда я играл с кем-то еще, я проигрывал. Интересная у тебя жизненная позиция. Ну, конечно, быть победителем. Если хочешь стать в чем-то лучшем, играй с лучшими. Слабыми, слабыми. Слабыми, слабыми. Я не думаю, что твой дед в эту категорию подходит просто. Хотя он слабее бабушки, очевидно. Ну, что ж. Я в детстве играла в куклы, разумеется. Я очень любила притворяться учителем. Рольевые игры. Вот, я усаживала... В общем, когда я ходила в детский сад, я была воспитательницей детского сада. Я усаживала игрушки и начинала их отчитывать за что-то. Слушайте, мне кажется, это прям вот понятно. Откуда ноги растут? Я же и сейчас такая. Вот вы такие сидите, я вас отчитываю. Чего не постригся? Чего ногти не подбелил? Вообще-то мои ногти... Посмотри, посмотри на эти ногти. Потрясающие ногти. Просто удивительной красоты. Я сейчас ослепну просто от такого великолепия. Можешь быть донором ногтей теперь. На мои посмотрите. Я, кстати, новенькие сделала. На тоже новенькие сделала. Вау, надо говорить. Вау. 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 Какие классные ногти. Я на Христофора засмотрелся. Понятно. Ну вот. А когда я пошла в школу, я уже была учительницей. То есть меня повысили. Я играла... Ну, естественно, единственный урок, который я вела всегда, это был урок английского. Потому что я любила английский. До сих пор люблю. Лондон is the capital of Great Britain. Все как бы осталось на месте. Все мои знания. И, в общем, да. Я прям вызывала к доске. Я ставила двойки. Отчитывала за то, что ребята плохо учились. Я помню моя коронная фраза, которая может идти в фон золотых цитат Дарьи Харченко. То бишь меня. Это... Двое только две оценки. Это 5 и 2. Понимаете? Я когда переосмысляла вот эту категоричность великолепную, я думала, боже, о чем ты думала? То есть ты либо знаешь хорошо, но отлично, либо не знаешь ничего. Либо ты кукла, с которой играет Даша. С человеческим лицом, да. Ну вот, да. Еще я очень любила играть в стоматолога. Я ходила в стоматолог. И там у тебя была такая позиция. У тебя либо есть зубы, либо их нет. Ты либо пришел здоровым, либо уйдешь здоровым. Нет. Но мы же ходили на санацию зубов в школе. И это как-то было очень впечатляющий экспириенс, очень остросюжетный. Вот. И мне так нравилась вот эта вот расслабленная атмосфера, с которой стоматологи общаются, вообще ведут сеанс. То есть ты такой сидишь со ртом в раскорячку. Они там тебе что-то закладывают, цемент. Но она потом поворачивается к своей соседке такая налево и говорит, о, ну слушай, вчера Людка, короче, приходили там вот это туда-сюда, короче. Расслабленные только стоматологи в этот момент. А это такая, ну а ты чё? А он чё? Да ты чё? И, короче, вот такая у них была история. Я потом брала игрушку, брала мамины какие-то старые помады, какие-то там зубочистки, какие-то, короче, себе изобрела вот эти вот стоматологические, значит, инструменты пыток. Игрушку сажала. У меня же был тогда компьютерный стол, знаете, с выезжающим в столешницу для клавиатуры. Очень удобно. Да, я вот туда сажала, значит, на стол сажала игрушку, на столешнице у меня лежали всякие инструменты. Я такая сидела и такая, ну и, короче, я ему говорю, я, значит, опять прихожу, вот эта вся история. И параллельно я там ковыряла эту игрушку. У меня все игрушки с вот этими, ну, с мордами запачканными, потому что я их там, короче, ковыряла. Вот такая я была впечатлительная особа. А почему они были запачканные? Ну, потому что я же им пломбы ставила. Типа кетчуп, чтобы кровь? Ну, никакой кетчуп, нет. Допустим, была помада. Я эту помаду там якобы, это помазать в ранку мазью. А, понятно. Либо я потом там смешивала какую-то дичь с какой-то дичью и делала, типа, пломбу. Я пинцетом, у меня еще такой был длинный медицинский пинцет, я не знаю, откуда у меня. Для тех, кто не знает, Даша была орнитологом, и поэтому в обиходе у нее можно встретить фразу смешивать дичь с дичью. Да, вообще до сих пор можно встретить такую фразу в моем обиходе. Я очень хорошо готовлю, кстати. Дичь смешиваю с дичью. Ну, в общем, да. На самом деле еще много всяких историй, и я думаю, что я их буду вспоминать по ходу дела. Кстати, у меня есть история про то, как я перестал играть в игрушки. У меня была огромная коллекция игрушек. Прям вот Человеки-пауки, Халки и так далее, и тому подобное. Все у меня было. Мне завидовали, наверное, все, кто мог завидовать. И однажды ко мне на день рождения пришли мои друзья, и они увидели ящик с моими игрушками. Мне на тот момент было лет, наверное, одиннадцать. И они такие идут, и я такой, да, это не мое. А они подходят. Я говорю, это не мое, забирайте. Они такие, ого, вау. То есть я думал, что они сейчас скажут, типа, блин, ты что до сих пор в игрушки играешься? Они такие подходят. Нифига себе, а можно это, а можно это? И в итоге, по итогу дня рождения у меня не осталось ничего из моих игрушек. Обобрали тебя, как липку, нитку, или как кого-то оббирать. Зато потом я себя чувствовал, знаешь, как типа, да. Как филантроп. Ничего страшного. Меценат. Ну, забрали и забрали. Ну, играйте с дети, как бы. Да, вам нужнее. Я давно это все перерос. Да, да, да. Ну, слушай, это, конечно, во-первых, ты очень офигенно просчитался в своих расчетах. Но ты красиво вышел из этой ситуации. То есть вам нужнее, да, нуждающимся. Ты мог просто сказать, это не мое, и когда начали спрашивать, можно или нет, надо было говорить, не знаю, это не мое. Ну, да, видишь, опыт, опыт. Это с опытом приходит. Вот, Данил, как бы, да, а ты, как бы, нет. А я, как бы, дичь с дичью. Ничего страшного. Забирайте. Ну, да, ничего страшного. Я вот хотел про фишки вспомнить. О, ну, давай про фишки. У меня было три огромные банки из-под Принглс, доверху забитые. Ничего себе. Ничего себе. Ну, Принглс ели. Эй, это не твое. Это не мое, да? Я никогда не понимал всей этой прелести фишек. У меня за всю жизнь, там, наверное, их чтоб 10 было, я в первой их битве какой-то проиграл и больше не прикасался к ним никогда. Вот, да. А их же называли как лёлики или как их называли? Это вот когда даже не фишки, а вот сигаретные пачки обрывали фишки. Мы их называли пенсилки. Вот, пенсилки, да. А еще были лёлики. Короче, отрывали от коробочки верхушку и складывали в такой вот прямоугольный, плоский, как бритвенный станочек. Да, было так. Да, и их вот так, короче, упуляли с щелбанами. Мне кажется, это в довоенные времена. Нет, ты чё, это после войны сразу. Это уже после военной. Короче, пацаны собирались на переменке у нас в школе, и вот эти лёлики, они просто их кидали, и их было так много, и разных марок, и они эти лёлики обменивали. У кого-то круче, у кого-то хуже. И мне казалось, что это просто полнейшее какое-то сумасшествие, помешательство с этими лёликами. Мне нравились железяки в виде буквы Е. Они тоже классные летали. А что за железяки? Ну, я думаю, что до них поймёт, о чём я. А, я поняла, я тоже поняла, а я тоже поняла. Я тоже, знаешь ли... Нет, они были не в форме буквы Е, а в форме буквы Ш. Конечно. Кстати, да. Мне вот эти ШЕ железяки, кстати, пригодились бы в моём стоматологическом импровизированном кабинете. Так, а что это? Я бы их как... Это какая-то деталь... Как брекеты бы использовали. Давайте загуглим. Насколько я помню, из аккумулятора автомобильного. Я могу ошибаться. А я думала, это, знаешь, вот эти как магнитики на холодильник с буквами, чтобы собирать слова. Я думаю, почему у них всегда находится только Ш? Почему люди выбрасывают буквы Ш? Неужели у них нет слов с буквой Ш или с буквой Е? Много слов, ты знаешь, состоящих из букв Ш и Е? Ну, например... Е-Ш? Нет, например, Ш... Значит так, это наборный элемент Ш-образных пластин трансформаторов. Вот. Стало сразу понятнее. Я же сказал букву Ш, а не букву Е. Да, ну мы не спорим с тобой. Я же согласилась. Такие будут почти в любом заряднике для мобильного. Наверное, там они поменьше. Ну да, это в те времена, когда мобилы были размером с кирпич. Я не знаю, я свой телефон не разбирал, может там четыре таких уже есть. Можно слово собрать, да? Ну да ладно, бог с ними с этим меша. Давайте поедем уже дальше. Поехали. Заводи, заводи мотор. На колесном велосипеде. Я сегодня принес стоп самых популярных игрушек среди нынешних детей. Это очень сильно отличается от того, чем мы с вами в детстве играли. Тут нет никаких букв Ш, которые из трансформаторов. Тут нет никаких солдатов Эриков, которые передаются из поколения в поколение. Зато есть кукла Лол. Это миниатюрная игрушка в шаре, которая всего за пару лет взяла титул «Самые популярные игрушки среди маленьких детей». А почему ее называют Лол, интересно? Она что, смешная какая-то или что? Я даже не понимаю, о чем ты говоришь. Что за кукла в шаре? Я себе вспоминаю сразу. Да у меня любой шар уже был игрушкой, я помню. Любая сферическая фигура? Именно. Нет никаких обозначений, почему эта кукла так называется, но она продается со множеством аксессуаров, ее можно одевать, переодевать и так далее. Чем Барби не устраивает? Переодевать шар? Ну, понимаешь, это Барби для мини-зумеров. А, мини-зумеров. Да. На самом деле, как я понял, эта кукла способствует тому, чтобы дети могли как-то развивать свое воображение, свою фантазию, потому что все те примочки, которые к ней продаются, нужно самостоятельно как-то разукрашивать и с помощью них украшать свою куклу. Ой, а это интересно, я бы поиграла. То есть какой-то дизайнерский, дизайнерская подоплека какая-то, да? Ну, я знаю то, что многие девочки-соседки, из моего детства, они и сами шили, либо вырезали из бумаги и разукрашивали одежду для кукол. Кстати, да, да. Я шила для Барби вообще очень много одежды. У моей бабушки был огромный сундук с лоскутками, и я туда заходила, четко палась, там находила всякие красивые тканюшки, пуговки, и мы с подружками шили одежду для Барби. И поэтому это было не только воображение, но еще и мелкая моторика. Да. Мне, кстати, кажется, что это не на 100% удачный вариант, когда тебе продают те вещи, которые надо разукрасить. Типа, мне кажется, гораздо лучше, как вот в этом жестоком нулевом, в детстве нулевых, когда ты там из каких-то лоскутков склеиваешь что-то, и потом в это что-то наряжаешь свою куклу. Я сейчас представил, как Христофор заходит в магазин накануне Пасхи и орет на всех, потому что яйца еще не разукрашены. Я что, сам их должен красить? Ну да, дайте мне хотя бы какие-нибудь лоскутки, чтобы я из них себе склеил Пасху. Можно идти дальше. Бластеры Нерф. Это не самое новое в мире игрушек, что можно найти, но эта игрушка до сих пор очень популярна. Объясняю. Это огромный такой вот пистолет, который стреляется мягкими зарядами, пулями. И вы вдвоем там со своим братом, сыном, другом, парнем, девушкой можете поиграть. Мы такой директор творили на день рождения. Да, огромный вот такой пластик. Да, и там вот эти заряды, патроны были вот эти пластиковые из какого-то сделанного... Они не пластиковые, они... Ну, как пенка, как пенка, да. И, короче, да, вся редакция лежала. Но, на самом деле, типа, это щадящий режим. У нас в детстве как было? Мы брали горлышко из-под бутылки, натягивали на палечник и стреляли друг друга. Косточками из-под вишни, калиной, рябиной и так далее. Галькой. Галькой. У нас даже были войны двор на двор. Не галиной, а в смысле маленькими камушками. Это вообще жесть. Я поняла. У нас были войны двор на двор. Мы покупали себе каждое 25 мая пистолеты, очень много пулек и бегали друг друга, стреляли. Параллельно еще изучали ягоды и фрукты. Калина, рябина. Смотри, сколько он назвал всего. Это, кстати, правда. На все буквы алфавита. Калина, малина, рябина. Да, три буквы в алфавите. Ну, Христофор Джоу. Е, Е и Т. Чемпион был тот, кто мог сделать из пятилитровки. Ничего себе. И натянуть туда какую-то резинку, запихнуть туда абрикосовую косточку и выбить какой-нибудь глаз чертям собачьим. Ничего себе жестокие уличные игры. Такие люди были самыми страшными. Ну, рогатки еще, как бы, да, про родителей. Даже страшнее тех, кому они выбили глаз. А я помню, ребята в школе стреляли вот этими пульками предательскими. Да, вот я про них и говорил. Нет, ты про косточки говорил. Абрикос, рябина, калина, малина. Между этими я говорил про войны двор на двор. А эти пульки их продавали в магазине, на сдачу давали, и пацаны их разбирали, потом пулялись. Ненавидела это. Что дальше? А дальше немножко такая новаторская штука, которая отдает немного VR-очками. Это маска виртуальной реальности Bumblebee. Это игрушка, умеет накладывать объемные видео поверх реального изображения окружающей обстановки. Для того, чтобы создать эту проекцию, нужно скачать на телефон приложение, вставить его в маску, запустить, и ребенок сможет биться с виртуальными врагами в реальности. Бегать по комнате и бить всяких других трансформеров и мебель. То есть просто взять палку и бегать по двору уже никому не интересно. Это слишком просто. А с кем он будет бегать? Во-первых, выпросить телефон. С палкой. Во-вторых, загрузить туда какую-то приблуду. Затем вот это начинает... Ой, господи, я уже утомилась. Это для тебя сложно. Для детей это просто 10-секундное занятие. Кстати, на самом деле, многие говорят, что многие дети сейчас сидят дома, и никто не бегает за крапивой с палкой. У меня во дворе дети постоянно резвятся. Они прыгают по лужам, друга кидают камнями. И вот эти все ортодоксальные вещи, которые остались, не знаю, еще, кажется, в 90-х, они до сих пор живут в моем дворе. Ну, так понятно. Только в твоем, похоже. Машина времени, Махачкала твоя. Или где ты там вырос? Я сейчас в Краснодаре живу. Ну, так а я же не про Краснодар. Ну, вообще, это очень приятно увидеть. Махачкала. Нет, Махачкала. Мне придется извиняться. А, нет, это же не Чечня, Махачкала, правильно? Так, все, я уже потом кому-то пошел. Извините заранее просто. Да, просто за все. Извините за все. Прощенное воскресенье, все дела, с Пасхой всех. Сегодня четверг. Отстань. Вот ты правильно сказал то, что это действительно очень приятно видеть, потому что я, когда возвращаюсь с работы, захожу во двор, смотрю, о, пискари бегают, как приятно. Пискари. И сразу ловлю флешбеки из детства. В общем, да, по кайфу. Но мне кажется, современные дети не знают, что делать с карбидом. Я тоже не знаю. И ты не знаешь. А если ты мне напомнишь, я, возможно, вспомнил. Это такая белая хрень, да? Да, чуть-чуть слюны добавляешь, оно начинает шипеть. А если пространство замкнутое, типа бутылки стеклянные, оно взрывается. Я помню, что мы в соду уксус добавляли, это тоже было классно. А ментас в колу. А рецепт дымаухи кто-нибудь помнит? Теннисный шарик разрезаешь на маленькие кусочки, заворачиваешь в бумагу, поджигаешь, и столько дыма, это просто что-то. Ну, там же пластик, да, конечно. Но если просто поджечь, то дыма не так много. Он еще воняет. Да, а если вот почему-то порезать и сложить в бумагу, то просто что-то невероятное. Особенно если в лифте, особенно если соседу нелюбимому. Ну, в общем, теперь у вас есть очень много рецептов, как насолить соседу. Как достать соседа. Не благодарите, не благодарите. Да, игра обалденная, точно. И первая и вторая часть. Я помню, я отрывалась. Сразу после Sims. Я пытался что-то воплотить в отношении своего старшего брата, но у меня не вышло. У меня не было оголенных проводов, и он не хотел становиться в лужу. Твой план не удался. Ну, хорошо, хоть мозги у тебя были. Тогда нет, а вот сейчас, ну, возможно. Я думаю, что можно идти дальше. И тут в списке еще очень интересная вещь. Это 3D-ручка для моделирования объемных фигур. Такой подарок, скорее всего, если ребенок одаренный хоть как-нибудь, поможет ему раскрыть свой творческий потенциал. В комплекте есть все необходимое для создания объемных фигур. Я сейчас подумала о том, что можно грудь увеличить. Нет? Что? Да. Мам, конечно, шестилетний ребенок будет думать о том, как увеличить... Ну, я же не шестилетний ребенок, я подумала вот об этом. В пятом классе мы подрисовывали пиписьки гориллам в учебнике по биологии. А прикинь, ты рисуешь, а оно 3D сразу. И учебник не закрывается, а такую большую нарисовал. Это же обалденно. На партах тоже можно было себе устроить целые. Вообще, мне интересно, как работает 3D-ручка. Как это вообще? Я себе просто представляю обычную ручку, вот эту в пространстве рисуешь, а там появляются фигуры. Если ты не голубой, нарисуй вагон другой. У кого-нибудь было такое на партах? Я сейчас просто представил, что еще... Мы брали учебники в библиотеках, и там в каждом учебнике такая длинная цепочка. Прикольно. Это тоже вещь, которая передается по наследству. В этом что-то было, да? Какое-то вот такое единение, какое-то комьюнити, да. Ты совершенно право. Комьюнити не голубых. Но при этом очень плохих людей, которые портят учебники. Вы с СССР, помните, закладывали всякие капсулы, и потом через 50 лет потомки должны их были откапывать. Кстати, да, давайте с вами, когда закончим сезон нашего подкаста 18.30, сделаем капсулу. Аудиокапсулу. Аудиокапсулу. А как мы сделаем аудиокапсулу? Как мы ее закопаем? Запишем на флешку и закопаем. О, я придумал. А вдруг люди будущего, у них не будет носителей типа флешек, и они не смогут ее никуда вставать? Леня может создать сообщение, которое выпустится в Телеграме через 50 лет. Отложенная публикация? Да, через 50 лет. А куда оно придет? В ОТГ-канал. Ну, хорошая идея, хорошая идея. У меня тут немножко своего рода футуристы. Да, подписывайтесь на наш канал и ждите через 50 лет чего-нибудь. Кстати, Леня наш звукорежиссер, так что то Христофор так бросается именами. Ну что, есть кто-то еще в топе? Да, интерактивные питомцы хэтчмалс, которые вылупляются из яиц. Хэтчмалс. Да, я старался. Игрушки двигают крыльями, повторяют слова, играют музыку и реагируют на прикосновения. Есть также мини-яйца с коллекционными фигурками животных. Подожди, музыку делают, поют, говорят, трогают. Танцуют, обнимают, готовят. Статьи пишут. Вообще, можно скоро поработят нас. Ужас, это страшные игрушки. Прикинь, у тебя игрушка, которая подошла и трогает тебя. Или поет. Тамагочи на максималках получается. О, тамагочи, кстати. Помните, такие игрушки были, яйца, которые надо было поливать, и из них что-то вылуплялось? Плесень. Ну нет, ну типа серьезно, были такие игрушки, которые поливаешь, по-моему, и типа они вылупляются. У меня был маленький динозаврик, который по инструкции нужно было в стакан воды опустить. Да, да, да. И он должен был превратиться в большого динозавра, да. Но вместо превращения в большого динозавра, он превратился просто во что-то аморфное, страшное, что неприятно трогать руками в первое время, потом привыкаешь. Вот так происходит образование молодых парней. Возьми что-то маленькое, положи это в воду, и оно станет большим. Только если вода теплая. В холодной воде мы все одинаковые. Это было хорошо. Ну что, на этой ноте я предлагаю... Великолепного. Предлагаю двигаться дальше и узнать, во что играли наши слушатели. Но перед тем, как мы узнаем, во что играли наши слушатели, у нас есть небольшая информационная пауза. Студия Red Barn запустила максимально уютный подкаст «Город», в котором вы сможете узнать о городах России через истории обычных жителей. Вместе с ведущим Сергеем Прохоровым мы уже успели попутешествовать по Калининграду, Астрахани, Волгограду и многим другим городам нашей страны. В новом выпуске отправляемся в Екатеринбург. Присоединяйтесь. Я немножечко задрот, и в детстве я играл в Нэнси Дрю и Симс 3. А если говорить про игрушку, то это медведь, что-то типа Винни-Пуха, но на японский манер. Мне интересно, что за японский Винни-Пух? Панда. Панда, да. Панда-пух. Получается, панда. Немножечко задрот, но как бы да. Кстати, вы знаете, что в Китае запретили Винни-Пуха, потому что он похож на их нынешнего правителя? Нет, мы не знали. Нэнси Дрю – это офигенная тема. Как и Симс. Я сейчас досмотрела последний сезон Ривердейла, и там, короче, в общем, тоже эта тема поднимается. А Симс 3 я могу говорить здесь часами. Симс 3, во-первых, самая конченная часть из, скажем так, франшизы. Вот, я сейчас играю, ну, не прямо сейчас, в Симс 4. А кто-нибудь помнит Симс Онлайн? Нет, но я помню первые Симс Мэкин Мэджик. Это была потрясающая игра, в которой была невероятной красоты музыка на французский манер. Там была очень такая дарковая атмосфера, очень стильная. Можно было там смешивать когти дракона и шкуру жабы, чтобы сделать какое-то закрятие. Графон вообще никак не смущал. Ну, главное была вот именно музыка и идея игры. Всегда так. Ну, то есть, это, во-первых, первый симулятор жизни, именно поэтому он так взорвал. И изначально, вот только-только когда это создавалось, разработчики уже пытались это вывести в онлайн. И на базе Симс 2 это было все-таки наконец-таки реализовано. Был колоссальный онлайн-мир, где-то играл с другими людьми. Единственное, нельзя было вводить Motherload бесконечно, потому что там пытались сделать правдивую экономику. Между прочим, Motherload это чит-код уже на второй, третий, четвертый Симс. А в первом Симсе был Rossi Boot, как-то другой. Короче, Motherload там не работал. Да-да-да. Я стоял везде, я работал. Я стоял, да. Классно. Они мне испортят вообще все мои прекрасные сюжетные линейки. У них там личная комаркобесия какое-то происходит. Беспорядок. У меня было много любимых игрушек в детстве. Одна из них – огромная пчела по имени Пчела. Да, я назвала ее в честь Вити Пчелкиной из бригады. Ну, прям в честь. Ну, получается, да. У него прозвище Пчела было. А, да, я не в курсе. Саша Белый, Космос, Пчела. Гениально. И Христофор. А еще у меня был целый мир Барби, куклы всех цветов кожи, возрастов и полов и куча мебели. Не было только одного – домика. Но и тут я нашла выход. Отжала мамы стеллаж для обуви и оборудовала в нем кукольный домик. Когда ко мне приходила в гости сестра или я к ней, мы строили хоромы для своих кукол на всю детскую. Проблема была в том, что раскладывали мы все очень долго. И когда завершали этап строительства, родители дергали кого-то из нас домой. Мы слезно умоляли оставить хоромы до следующего раза. Поэтому еще день-два приходилось жить, как на минном поле. Среди миниатюрных кроватей, туалетов, столиков и бассейнов. Блин, такая вообще ностальгия. Я тоже очень любила. У меня не было вообще ни мебели, ни домиков. Мои куклы тоже были бомжи, как и у нашей слушательницы. Но у моей троюродной сестры была мебель. И я приходила к ней, и мы строили. Вот расставляли эти тарелочки, все. Но я больше любила шить, чем вот именно. Потому что мне кажется, ну ты построил дом, и дальше что делать? Ну типа ты ходишь куклой, и что? Мне вот было плевать, есть ли у куклы дом, или у моих игрушек. Я делал дом себе из подушек, одеял. Да, точно, точно. Шалаши, мы с сестерами любили шалаши делать. А вот ты говоришь то, что типа если ты построила дом, то уже дальше неинтересно играться в куклы. Я помню, я как ошалел и бегал со своим человеком-пауком по всему дому. А когда он у меня где-нибудь ломался или где-нибудь там затерялся, я делал вот эту вот козу, бегал, как бы выпускал паутину. И потом однажды меня наругала бабушка и сказала, что ты своих бесов вызываешь? А никто из бесов не пришел. Я себе представляю, у Христофора, который бегает и ищет паутину, на которую можно присесть наконец-то. Запыхался бедный. Помню, мы с сестрой как-то, короче, решили убраться во дворе, она жила в частом доме, и сделать там оазис. Это была идея, которая была обречена на провал изначально, но мы почему-то не понимали это. Мы, короче, расчистили огород и пытались там сделать фонтан. Как мы проектировали этот фонтан, это просто вообще, это невероятно тупо. Мы, короче, камнями выложили, значит, круг, пытались из бутылки, трубочки от чупа-чупса, холодной воды из-под крана и еще каких-то, я не помню, резиночек или чего-то, соорудить что-то, из чего бы выливалась вода и выливалась бы обратно. Это было очень смешно. Ну, из бутылки хорошо вода выливается. Так что вы были на полпути. Да. Надо было сделать сообщающиеся сосуды. Все, понятно, едем дальше. Сколько тебе было? Ну, я не помню. Мне, наверное, было лет девять, соответственно, моей сестре где-то лет десять. Ну, то есть физику за седьмой класс вы еще не проходили. Ну, может, значит, младше мы были. Христофор идея не сработала. Я из физики помню только правила левой и правой руки, или что там, буравчик этот раскручивающийся. Все, я больше ни хрена не помню. Звали как учительницу, помню. Это тоже в учебнике было написано. Да. Она просто всегда там преподавала. Возможно, было написано с модерными словами. Ну, нет, она хорошая была, хоть и строгая. У меня были любимые Барби, которых я всегда стригла под каре. Металлический конструктор, из которого было круто собирать самолеты и машины. И пазлы были просто огромнейшей любовью. Из активных игр казаки-разбойники и поиск сокровищ. И секретики во дворе. До сих пор где-то закопаны кусочки стекол, а под ними бусинки. Ути, Бози мой, ути, тюляпуська какая. Я помню, как мы разносили дворы, играя в казаков-разбойников. Однажды моего друга окружили с двух сторон для того, чтобы его поймать возле машины. И он придумал гениальную штуку. Он просто начал колотить по машине и раздала сигнализация. Ребята, которые его окружали, убежали, и он спокойно ушел. Я никогда не играла в казаки-разбойники, но по поводу стрижки Барби у меня есть история. Мне папа покупал красивых Барби. Я просто... И куклы у меня такие были, куклы типа Пупсов, знаете? Ну как они... Бабибоны? Нет, 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 ты что? Никаких Бону. Нет, Бабибонов у нас не было, потому что они стоили очень дорого. У меня были обычные куклы-пупсы с ужасными лицами. Они типа предполагались как груднички, но они выглядели как взрослые женщины, просто в миниатюре. И, в общем, я очень любила их стричь. Я просто была парикмахером от бога, просто как его Зохан отдыхает. Я одной кукле покрасила тушью, сделала милирование. Второй кукле я отстригла, значит, волосы. И это была манипуляция, которой я пыталась своего отца заставить купить мне новую куклу. Я к нему подошла и говорю, папуль, папулечка, папочка, смотри, я вот кукле, значит, ну, я и отстригла волосы, и как бы теперь она, ну, не очень красиво выглядит. На что, знаете, что он мне ответил? Ничего, отрастут. И ты ждала. Нет, я знала, что папа, ну, не лыком шит, или как там говорится, ничем шит. Да, все правильно, шиком лыт. Не шиком лыт, да. Он понял, что я манипулирую, и он ответил мне соответственно. Я поняла, что я не дождусь новой куклу, отложила ее и пошла делать милирование другое. В общем, я очень любила почему-то вот с волосами что-то делать куклам. Парикмахера, дядя Толик, подстриги меня под нолик. Да, да. А кукли Барби я просто подстригла под коры, но потом я поняла, что это была стратегическая ошибка, что папа не купит новые, а волосы не вырастут. Были тогда куклы, у которых волосы, типа, можно было вытягивать прямо из головы и развлекаться, но она тоже стоила дорого. Очевидно, она была недоступна по какой-то причине для нашей семьи. А втягивать обратно можно было? Нет. Ну как? Было бы забавно, если бы у тебя папа был лысоват, и он говорил, ничего страшного, вырастут, и ты такая, ну у тебя же не растут. А, кстати, он лысоватый был. Чуть-чуть. Он всегда под ноль делился. И поэтому кукла, у которой волосы вытягиваются, не было в вашем доме. Ну да. Просто зависть. Да, ты прав, ты прав. Я поговорю с отцом сегодня. У нас тоже таких кукол не было. Уже папа, нам нужно серьезно поговорить. Компьютерные игры про Барби – це життя. Це життя. Життя. Я не знаю. Ты шо? Не образовывайся? Ты же не русский, что ли? Компьютерные игры про Барби – це життя. Суперагент раньше, стилист. Вот, это мы оставим, пожалуй. Край подъехала, подъехала. Я вообще плюсую, плюсую максимально. У меня были все игры про Барби. Барби – Лебединое озеро, Барби – Принцесса и Нищенко, Барби – На пляже, Барби – Суперагент, Барби – Ферма с лошадями, Барби и Гимнастика, Барби – Шоу на льду, Барби – Фэшн Шоу. Мне кажется, это просто какие-то разные выпуски одной порно-актрисы. В разных локациях и ролях. Нет, это были игры. Они у меня были все, я во все в них играла. Самый мой любимый Барби Рапунзель был. Там нужно было реставрировать замок после проклятия какой-то злой колдунью. Ну, если вы знаете сюжеты, и по вашим лицам вижу, что не знаете. Вот, еще очень классная Барби – Фэшн Шоу. Там нужно было выбирать шмоточку, раскрашивать ее и делать дефиле. Вот, еще классная Барби – принцесса Нищенко. Там тоже очень много интересных квестов. Там нужно было и торт печь, и замок восстанавливать, и цветы сажать, и праздник устраивать. И на лошадях тоже классно. Ты едешь на лошадях, и яблочки кушает лошадка. Ты мне сейчас напомнила мою сестру. В то время, когда я играл уже в первый Counter-Strike, Half-Life проходил, то есть дрался с монстрами. Она приезжала в гости и такая, «У меня диск Барби, и там что-то с лошадьми было связано». Вот, вот. Моя, моя подруга, подруга моя. И мы устанавливали, она говорила, «Я вот этот момент пройти не могу, пройди мне». А там просто нужно было зажать кнопку «Вперед», и пробел в любой момент жизни нажать, чтобы пройти этот. Ой, знаешь что? Не надо вот этого. Нет, игры про Барби, они сделаны просто потрясающие, и это очень всегда было интересно. Я ждала, когда выйдет новая часть. Мы с мамой ходили, у нас на районе тогда открылся только магазин дисков. Я выбирала себе Барби, а еще же как по-умному делали маркетологи, они выпускали не просто диски, они выпускали один диск, на котором была антология Барби. Там были они все. С багами, с какими-то непонятными ошибками. Барби и баги. Да, Барби и баги. А вот этот отзыв, то, о чем ты, наверное, говорила. Точно. Из сигаретных пачек делали чики, и стреляли ими кто дальше. Точно, не лёлики, а чики. Кто-то назвал чики, у нас во дворе они назывались пенселки, потому что звук... Это разные вещи. Нет, это одно и то же. Я узнал у кого-то. Понятно. Тебе пришло откровение, да? Инсайд словил. Ну, то есть оно также делалось из сигаретных пачек, из этих крышек. И просто почему мы называли их пенселки, потому что звук запуска был... Так, пенс, пенс. Да, и поэтому пенселки мы... Понятно. ...были дикарями. Лужи, грязь и крапива. Лучшее развлекалого ever. Или крапива. Плюс. Да. Мы с сестрой делали друг другу крапиву. Вы умеете делать крапиву? Короче... Дай тебе крапиву. Давай, вначале ты сделаешь, а потом мне... Ай! Я сейчас палкой вас ударю. Это же ваш один укус. Нет, ваш один укус. А, это по-другому, да. Короче, у меня есть история про крапиву или крапиву. Да, успокойся. Короче, значит, был у нас один парень, зовут его Родион, который, бегая с палкой за крапивой, решил показать, как он умеет через нее перепрыгивать. Да, и он упал прям вовнутрь, прям в огромный куст, из которого нужно было выбираться еще потом 5 метров. Ужас какой. Это прям... Он вышел оттуда с опухшим лицом. А, ну, хорошо, хоть лицом, потому что я думала, что он упал прямо на, вот, так сказать, на седалищные бугры. Это продолжение истории. Вы попросили его пробежать еще раз, во второй раз он уже на седалищные бугры. Типа, подожди, подожди, мы не увидели, да? Нет, ну, типа, просто у него, видимо, были очень тонкие шорты, которые пропустили все, все, что нужно. Надо надевать под шортики. Вы дали ему прозвище какое-нибудь после этого? Нет, ему мы не дали никакого прозвища, потому что, в принципе, он был непутевый по жизни, и до этого у него было очень много неприятных прозвищ, поэтому мы этот инцидент оставили просто, как бы... Скучный счет. Да, просто оставили. Ну и бог ему судья. В детстве у меня было два ведра лего. Я просто обожал строить всякие штуки из деталек. Помню, однажды соорудил целый городок, на который потом упал метеорит. Было весело. Единственным минусом во всем этом веселье были моменты, когда ты или кто-то из взрослых наступал на какую-то детальку. Всегда удивлялся, как такие крохи могут создавать так много боли и шума. Да, я помню, что у меня был одноклассник, мой лучший друг на тот момент, и я приходила к нему домой после школы, и у него было очень много лего, и мы строили какие-то вот... У него там была что-то, какая-то АЗС-станция. Я не знаю вообще, в чем прикол, типа вот такие строить моменты. Нет, суть в том, что ты сначала что-то собираешь, то, что на картинке изображено на коробке. А потом уже как хочешь. А потом, да, просто подключаешь воображение и строишь космический корабль тире автостанцию тире барби лошадь. Ну вот как-то ко мне не приходили такие... Стратегически важный объект в Сирии. Ну как-то вот такие идеи, знаете, они не были вот в приоритетах. Я вообще ничего не умела строить. У него еще был такой конструктор, знаете, из железячек, каких-то деревяшек, и там нужно было прям вот... Кручивать ключами. Да, кручивать. Это прям старый советский. У меня такой тоже был, но он мне не нравился. Нас заставляли такие штуки покупать на уроке труда для того, чтобы мы как бы показывали, как мы умеем обращаться с автомобилем. С конечным ключом. Христофор до сих пор не может сдать на право. С тех пор. Хотите, расскажу, кстати, о том, как я слился за 100 метров до конца экзамена? Вышел на ходу, F нажал случайно. Практически. Практически так. Это знаете, когда окно с игрой случайно закрывается, а ты оказываешься на рабочем столе. А там у тебя продолжаются всякие движухи. Короче, остается реально 100 метров, и впереди пробка. Я думаю, ну, блин, окей, я сейчас ее объеду. По обочине. Смотрю, как бы, инструктор уже сидит, просто кайфует. Я думаю, ну и я кайфую. Я еду и мечтаю о том, как я буду ехать по городу на красном, там, не знаю, Феррари. И наехал на бордюр. Я его зацепил. Слегка чуть-чуть зацепил. Вот чуть-чуть. И все? Этого хватило для того, чтобы он меня остановил прямо возле автошколы, куда мы, собственно, ехали. И выгнал палками. Да, и сказал, ты не сдал. Из-за наезда на бордюр? Ну, даже не наезда, вот я просвистел вот так вот. А ты знаешь, называется не бордюр, а поребрик. Смотря где ты сдаешь. Да. В общем, да, из-за этого. В 90-х ли? Из-за этого. Причем очень обидно, потому что все остальные, знаешь, они ехали там, глохли, чуть ли не врезались в другие машины, поворотники забывали включать. Вот, а я вот так вот просто замечтался и все. Лох – это судьба. Ну, ничего, Христофор, еще есть время. Все, жизнь впереди. Мое детство пришлось на рассвет эпохи квестов, поэтому моя любимая компьютерная игра Kings Quest 7. 7 тоже по-английски сейчас 7, 7. Да, королевские квесты 7. Спасибо, Даша. Обращайся. Это была пиксельная адвенчура про принцессу, которую похищает король троллей и превращает ее в трольчиху с целью женитьбы. Я видела порта, которая начинается так же. Эта игра позвоните Кузе, по-моему, нет? Ну и ладно. Задача – расколдоваться и решить кучу политических интриг мира, куда нас затащили мы с сестрой так и называли эту игру трольчиха. Там был очень интересный сюжет и замечательный многоголосный перевод. Мой любимый уровень был вро страну-кошмарию. Там была локация с кладбищем, где все надгробия были кликабельные. Подходишь, нажимаешь, и героиня вслух читает рифмованную эпитафию в стихах. Одну помню до сих пор. Мэгги Пратт, погруженная в горе, мрачной тенью бродила у моря и ревела весь день, но споткнулась о пень и с утеса обрушилась в воду. Коротко о том, как Христофор сдавал направо. Офигеть. Эпитафора красивая. Эпитафора. 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 Это какой плюс колоссальный локализаторам, которые не только перевели текст машинно, но и зарифмовали, и еще много озвучили, многоголосно. Много молодцы, получается. Много молодцы, да. Такие игры прям очень редко можно было встретить, особенно в нашем детстве. Ну, удачи тебе со следующим отзывом. В детстве я любил играть в машинки. Тогда я их называл модельки. На любой праздник я просил только их. Помимо игр, я их коллекционировал. Примерно за пять лет я собрал целый пакет весом пару-тройку килограмм. А как с ними было весело проводить время? Фантазия позволяла сгенерировать практически любой сюжет. Бои машин в космосе, захватывающая погоня со взрывами, семейный ужин трансформеров, да что угодно. Мне было пятнадцать или около того. Я поехал летом в детский лагерь, куда бездумно взял свой пакет с сокровищами. И хоть я в них уже почти не играл, не показать их ребятам я не мог. В один день я замечаю, что моего пакета больше нет в тумбочке. Сердце сжалось, слезы злость. Чувство, словно ты расстался с любимым человеком. Очень грустно было. Через время я узнаю, кто и куда дел мои модельки. Этажом выше в корпусе располагался отряд из детского дома. Каждый ребенок с верхнего этажа теперь имел по пять-семь моих машинок. А украл их один парень из этого отряда. Пожалуй, это была первая групповая разборка в моей жизни. Тот парень один никогда не ходил, всегда с парой друзей. Мне пришлось последовать его примеру и взять пару своих. Набрался смелости, подхожу. Да, украл для своего отряда. У них родителей нет, а тебе еще купят. Заявляет детская версия Робин Гуда. Позиция крепкая и, можно сказать, благородная. Не себе в наживу ведь. Но я годами их собирал, а теперь все потерял. В общем, обложили друг друга херами, покричали, подрались 3 на 3 без серьезных последствий. Победа была за нами, поэтому я начал диктовать условия. Пускай модельки остаются у твоих ребят, подарком будут от меня. Но завтра я приду на пятый этаж и заберу 5 своих любимых. Понятно? Последовало согласие. Мораль сей басни такова. Украл и будешь ты наказан. Но если в чем другая сторона была права, понять ты и простить ее обязан. Боже, какая история. Просто экранизировать. И эпитафия классная. И эпитафия простить. Эпитафора. Потрясающе. Да, но эти же дети из детских домов, они же воспитаны, так сказать, в суровых условиях. Я бы побоялась с ними идти на разборки. А человек не побоялся. Молодец, за свое стоит до конца. Еще одна история про благотворительность, как ты со своими игрушками, которых ты раздал своим друзьям. А представляешь, что человек, автор этой истории, это твой друг, который просто... Последовал твоему примеру. Нет, который больше всех у тебя забрал игрушек, машинок и поехал с этим... Просто карма ему достигла. Я машинки, кстати, особо не коллекционировал. У меня были, по большей части, супергерои. Да мы поняли, что ты... Ну что, тогда я предлагаю нам двигаться в сторону нашей интерактивной рубрики и узнать, какую игру нам сегодня принес Данил. Ну что, Данил, что ты нам принес сегодня? Я принес вам несложную игру на знание, на память того, во что мы играли в 90-е. Мне кажется, уже мы начали подзабывать, как называются дельные игры, игрушки. Поэтому хочу проверить, насколько вы хорошо все помните. Ну давай, Христофор, проснись. Итак, я вам показываю фотографию. Первая игрушка — это у всех была, согласитесь, радужная пружинка. Такая градиентная. Точно, точно. Вот так она выглядит. Точно, да-да-да. И называется она Винки, Слинки или Пинки. Винки. Винки, я тоже думаю. Нет, она называется Слинки. Блин. Пока ноль-ноль. Никто из вас не угадал. Итак, ребята, здесь вам нужно угадать, о чем идет речь. Один ПОГ за три обычных. Только без бит. И свою под низ. Это игра в карты, в дурака? Нет, нет, нет. Еще раз. Один ПОГ за три обычных. Только без бит. И свою под низ. Это фишки. Да, это фишки. Один-ноль. Ну, ладно. Вот это очень простое. Ша-ша, середка, пасики. Из какой уличной игры взяты эти термины? Классики. Казаки-разбойники, классики-квадрат-резиночка. А-а-а! Ша-ша, середка, классики. Ты за классики. А ты, Христофор? Ну, так, в противовес просто пойду, и пусть будет резиночка. Резиночки 2-0. Ах ты, уличный игрок. 9999 в одном. Где можно было увидеть эти цифры 20 лет назад? На электронных часах, на кассетах ВХС, на ларьках с полезными мелочами или на корпусе Тетриса? Конечно, на корпусе Тетриса. А, 3-1, 3-1, 3-1, вы оба правы. Наборный трансформаторный сердечник. Части этой детали советской бытовой техники дети использовали как? Фишки для настольной игры, дворовую валюту, метательные сюрикены или коллекционные фигурки. Метательные сюрикены. Ну, я тоже, да, я согласна. Эти ша вот эти, да? И ешки, они и на е, и на ше похожи. Мы наконец-то узнали, откуда это. Ну, а эти заветные цифры должны быть известны каждому, чья юность пришлась на рубеж веков 12, 24, 36. Что означают эти цифры? Число квадратов на фотоплёнке, число кадров на фотоплёнке, процент жирности сливок, количество клеток в классиках, нормативы бега на физкультуре. Это плёнка. Это плёнка, естественно. Да, да. Мы с Рисофором фотографы своего рода, аналоговые. Небольшой гаджет с пиксельным дисплеем, в котором живёт электронный питомник. Там и Гочи! Да, да, да. Это всё настолько просто, что ты, Даши, не оставляешь просто шансов даже догнать тебя. Хорошо, хорошо. Тогда вопрос, на который даже я не знаю ответ. Помните наклейки с номерами на обратной стороне, которые часто были обклеены холодильники и зеркала в доме? Ну. Да. Но изначально они предназначались не для этого, а для чего именно. Их нужно было вклеивать в специальный альбом. С ними предоставлялась скидка в сети магазинов. Это какой-то материал для плёночных мыльниц. Они были вместо марок на почте. Я на самом деле думал, что изначально они для того и созданы, чтобы клеить их на холодильники и зеркала, и стены. Это вкладыши в альбом, конечно. Там же нужно было соблюсти хронологию. У Барби был такой альбом. Ох. С номерами. Я, если честно, даже не особо понял, о чём идёт речь. Ну вот смотри, Турбо, помнишь, в машинке? Да. Там в уголке на каждой наклейке, на каждом вкладыше номерок. Да. И оказывается, как сейчас прояснила Даша, есть специальные альбомы, куда ты должен был это вклеивать. А, ну это для богатых. Да. Я помню просто, что я выписывала журналы Барби, и к ним прилагались наклейки. Они тоже были помечены. Ты их потом в хронологическом событии, если наклеишь, то получится история. Поэтому номера были. 137-138. С этого начистота? Ну я просто не с самого начала начала заказывать журналы. Моя история началась с середины. И ты такая с 96-ой сидишь, блин, куда её? Да. Итак, последний вопрос на сегодня. Чисто, чтобы у всех свело олдскулы. Какую функцию дополнительную выполнял обычный карандаш у счастливых владельцев кассетных плееров? Подкручивать. Перематывать. Перемотка, да. Это было удивительное время, потому что это было, во-первых, быстрее, чем перемотка через сам плеер. Да, я помню, я вставляла ручку в этот самый, ну, в колечко, да, кассеты и проматывала плёночку. Прекрасно. Ну и что, победила дружба? Уполняется, да. Христофор по кличке Дружба. Ну что, блин, это была классная игра. Спасибо, Данил. А с вами был подкаст из 13 в 30, еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И сегодня в студии посводила олдскулы вашим ведущим Дарьи, Христофору и Даниилу. Всем пока. Пока. Всем пока. Рубрика «Удар лозы». Юрий Лоза, старый лимузин. У кого нет Волги, тот со своей женой по театрам ходит в гости и в кино. Я же собираю в масле и в грязи в стареньком сарая старый лимузин. Но когда все гайки найду и закручу, приходите в гости, я вас прокачу. На лимузине, старом лимузине. На лимузине, старом лимузине. На лимузине, эх, прокачу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова